МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА ЗАВТРА В детективное агентство обратился конструктор-проектировщик Андрей Андреевич Бобров. Каждый вечер я ужинаю в кафе в ваш столик. Ко мне подошла женщина, представилась Еленой. Я понял, что мадам не прочь оказаться в моей постели. Короче, после секса я проспал весь день до глубокой ночи. Проснулся, ее нет, голова раскалывается. И вы подумали, что вас опоили и ограбили? Да. Хотел уже полицию вызывать, но ничего не пропало. Только на тумбочке снотворное лежит. Похоже, им она меня и накачала. Как будто сам выпил. Наверное. Еще в кафе Елена оставила свой номер телефона. Я как проснулся, позвонил. Трубку не берет. Алиса, надо будет сделать детализацию этого номера и установить, на кого зарегистрирована сим-карта. А вы сами как думаете, зачем это Елена вас усыпила? Чтобы я на суде не выступил, как единственный свидетель. В общем, дело было так. Иду по улице, вижу двое подростков, жуть как избивают третьего. Я этих уродов успокоил, полицию вызвал, скорую. Пацаненку жизнь спас. Извините, можно водички? Угу. Ну, я не вижу смысла вас усыплять. Просто заседание суда перенесли и все. Вот поэтому он меня и хотел не просто усыпить, а именно убить. Только Елена дозу не рассчитала. Кто он? Отец одного из хулиганов. Олег Иванович Кулешов. Хорошие деньги предлагал за отказ от показаний. Я не согласился. Вот сумму визитку, если передумаю. Я не передумал. Надо доказать связь Елены с этим Кулешовым, иначе до суда я не доживу. Ну, чтобы доказать такую связь, нам нужно как минимум Елену найти. Вы описать ее сможете? Фоторобот, что ли? Ну, обычная баба. Может, на блистере остались отпечатки? Возьму на исследование, попасть, прогоню. Да, хорошо. Займись. А я тогда пойду в кафе, попробую взять записи видеокамеры наблюдения за тот вечер. Петь, а ты наблюдаешь за Кулешовым. Может, узнаешь что-то интересное. Ну, все, за работу. Андрей Андреевич, а вы близится руками точно не трогали? Даже не прикасывался. А как вы узнали, что из квартиры ничего не исчезло? Деньги, карточки в кошельке проверил. Все на месте. Ноутбук. А остальное здесь все не мое. Я эту квартиру снимаю после развода. Ну, и вещи еще. Одежда моя, конечно. А камера чья? Моя, но еще ни разу не включал. Пойду вам кофе сварю. А зачем купил? По заданию Насонова, помощник следил за Кулешовым, отцом подростка-хулиганом. Да, Нина, я делаю все возможное. Только что был в больнице у парня, чтобы он заявление отозвал. Нет, не договорился. Конечно, за деньги. Слушай, хватит выносить мне мозг. Ты мне давно не жена. И это ты воспитала так ребенка. Не волнуйся. Инвесторы и так узнают, если он сядет. Все, давай, пока. Ну что, в кафе камеры наблюдения вообще нет? Объясняют это политикой заведения. Сотрудники Елену не запомнили. А у барменов и официантов другая смена. Что с отпечатками пальцев? На блистере только отпечатки Андрея, вся пятерня. Это как? Я блистер не трогал. Ну, это примерно так. Допустим, это блистер. Протяните руку. Когда вы уснули, она вложила вам его в руку. Сделала вот так. Понятно? Зараза. В итоге у нас на Елену вообще ничего нет. Алексей Викторович, в квартире у Андрея установлена скрытая камера. Я думаю, свое интимное свидание он записал на камеру. И должно быть изображение. Ну что, здесь мы уже закончили. Давайте я сплюду домой. По дороге Алексей Викторович убедил Андрея предоставить ему изображение Елены с видеозаписи в спальне. Сейчас только кадр поприличней выберу. Вам на телефон кидать? Да, давайте на телефон. Ловите. Я смотрю, она особо-то не маскировалась, ни парик не надевала, ни какой-то специальный макияж не использовала. И как вы с помощью этого кадра докажете связь Елены с Кулешовым? Ну, у моей помощницы есть одна идея. Помощники ждали Кулешова у его офиса. И это называется самый приличный кадр? Ну, а чего тут неприличного? По-моему, лицо в порыве страсти. Андрей все-таки человек разведенный, одинокий. Женщин любит. Вот балуется просмотром. Да, попал на сладкую ловушку. Чего-чего? Сладкая ловушка. Так называют женщин, которые помогают добывать компромат, собирать факты. Типа игра мужскими чувствами? Типа того. А прямо сейчас мы устроим сладкую ловушку для Кулешова. Он же тоже разведенный, и судя по соцсетям, интересуется женщинами. Поэтому, если Елена его хорошая знакомая, то он как-то, ну, среагирует на эту фото. А потом за эту ниточку мы потянем. Ну, хорошо. Молодой человек, а вы не могли бы взглянуть? Не заводится. Освободите место для мастера. Готово. Да ладно. Думаете, заведется? Попробуйте. Попробуйте. Вы мой герой. Да там просто проводок отошел и его обратно вставил. Чем мне отблагодарить вас? Отобедайте со мной. Вы ведь можете это сделать? С удовольствием. Позвольте вас отвезти туда, где обедают. Давайте лучше на моей. У нее проводки без окрутасов. Угу. Меня Алиса зовут. Очень приятно. Олег. Дима. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует... К детективам обратился Андрей Андреевич Бобров. Во время интимного свидания его опоила снотворным новая знакомая, которая представилась Еленой. Бобров подозревает, что Елену нанял Кулешов, отец подростка, которого обвиняют в избиении одноклассника. Бобров – единственный свидетель, показания которого отправят хулигана за решетку. Детективы подстраивают знакомство Кулешова с Алисой, чтобы спровоцировать его, показав фотографию Елены. Но с Мишель не могу. Я отойду на минутку. Без проблем. Я просто работаю в рекламном агентстве, и вот выбрала модель для рекламы гели для лица. Нравится? Ну, так, ничего. Его, ваше лицо намного интереснее. Я уверена, Кулешов с Еленой не знаком. На ее фото у него было ноль реакций. Вообще, доказательства непричастности Кулешова к этой истории весьма косвенные. Я бы даже сказал, никакое. Что-то случилось, Андрей Андреевич? Да. Звонил Кулешов и назначил встречу. Я был тут рядом, вот решил зайти, спросить, идти, не идти. Да, конечно, идти. Пусть расскажет, что он хочет. А мы вас подстрахуем. Снабдим жучками, чтобы слышать разговор и вмешаться по мере надобности. Андрей Бобров под присмотром детективов пришел к офису Кулешова. Подождите, Андрей Андреевич, Кулешов не придет. Тогда я сам к нему пойду. Бояться, что ли, я его буду? Да кто он вообще такой? А что, неплохая идея спровоцирует Кулешова на откровенность. Скажите ему, что вы знаете, каким способом он добивался вашей неявки в суд, и что этот способ приступен. Послушай, ты меня достал. То баба мне подсовывает, чтобы она меня отравила, то встречу назначаешь и сам на нее не являешься. Чего? Я все равно дам показания, чего бы мне это не стоило. Я не хочу, чтобы по улицам считались такие подонки, как твой сын, и кулаками махали направо и налево. Кто подонок? Мой сын подонок? Да ты знаешь, почему они того парня метелили? Потому что он девчонку-одноклассницу в интернете загнобил. Она чуть жизнь не покончила самоубийством. Так надо было в полицию идти, а не самосуд устраивать. Теперь твой сын из-за этого сядет. Не сядет. Суда не будет. Родители парня как узнали, чем он в интернете занимался, на мировой сразу пошли. Ты извини, что я тебя не предупредил об отмене нашей встречи. И спасибо тебе то, что ты сына моего остановил и не довел до убийства. Ты с ним хоть беседу, что ли, проведи. По-мужски поговори. Самосуд не вариант. Я бы мубушку оторвал бы. Не со мной он живет, с матерью. Сложно у нас все, понимаешь? Понимаю. Подожди. Ты говорил о какой-то бабе. Я тебе никого не посылал. Проехали. Я вижу, вы сильно нервничаете. Не переживайте, найдем мы этого злодея. Пугает, знаете ли, неопределенность. Смерть по пятам ходит. Ну, так уж прямо смерть. Я, знаете, я посоветую вам сменить обстановку. Сходите к сыну, пообщайтесь с ним. Я же понимаю так, что вы порознь живете. А общение с детьми всегда поднимает настроение. Сын на меня обиделся. Я к нему на день рождения не пришел. Проспал. А ему как раз десять лет исполнилось. Понимаете? Десять. Теперь он может сам решать, с кем ему жить. С матерью или с отцом. А что стоит такой вопрос? Стоит. И поставил его жених моей бывшей супруги. Представляете? Гад добивается, чтобы я от Кольки отказался. От сына. От родительских прав. И Машка бывшая моя на его стороне. Но обычно же наоборот бывает. Бывших мужей жены привечают. Ну, хотя бы ради алиментов. Да не в деньгах дело. Машкин жених хочет Кольку в кадетское училище взбагрить. Когда отцовство получит. С глаз долой. Вот им. И то, что я на день рождения к сыну не пришел, ей только на руку. Она потом Кольке скажет, твой отец тебя не любит, твой отец плохой. Так значит, вы проспали день рождения сына. И в тот же день должен был быть суд. Да. Так может быть, это Маша подговорила Лену вас усыпить? Ну, тогда доза снотворного выбрана верно. Угу. Знаете что, вы мне пришлите все контакты Марии, ее фотографии. Ну, поработаем в этом направлении. Хорошо. Машка, конечно, умом поехала. Она под гнетом своего жениха. Но убить меня она не могла. Всего-то надо было, чтобы я не пришел на день рождения сына. Не переживайте, разберемся. Что с детализацией номера, который Лена дала Андрею? Я только скинула на принтер. Симка зарегистрирована на Полину Александровну Тихонову, 34 года. Это единственный номер, который у нее оформлен? Да. Ну, бери на него. Странно, активность номера заканчивается в 16 часов того дня, который проспал Андрей. Абонент в сети не зарегистрирован. Значит так. Алиса, ты завтра с утра занимаешься этой Полиной. А ты поезжай к Марии, ставь камеры. И все данные жениха возьми. У него тоже был мотив. Хорошо. Мама заказала такое по интернету. Это ведь для девчонок. Так, послушай. У меня есть квитанция. Здесь написан адрес. Где твоя мама? Мама на рабочее. А ты что один дома делаешь? Пропускаешь что ли? Дядик еще незнакомый в дом пускает. Дома я потому что болею. Открываю, потому что мне уже 10 лет. И я сам решаю, открывать мне или нет. Можешь в свою контору позвоните. Адрес переспросите. Алло. Это не Федов. Адрес мне по 217 заказу. Еще раз продиктуете. Да, корпус 2. А почему сразу нельзя было сказать это, а? Я мотаюсь. Все, пока. Я понял я. Я ведь говорил. Напишем, что адрес ошибочный. Так тебе нужно расписаться будет. На. Ладно, распишусь. А ручка у тебя есть? Сейчас принесу. Давай. Да, серьезный парень у этого Боброва. Говорит, сам все решаю. Я понимаю, почему мать дергается. Такой, если решит уйти к отцу, его никто не упереубедит. А у меня мега новости. Среди нескольких Полин Тихоновых из соцсетей я нашла, угадайте, кого. Елена. Странно. Полина для конспирации представилась клиенту другим именем. А телефон дала зарегистрированный на настоящее. Ну да ничего. Мы у нее спросим что да как. Адрес у нее есть? Да, даже два. Офис, в котором она работает, и домашний. Хорошо. Значит, я на домашний, а ты в офис. Удачи. Я тогда пока здесь останусь. И клиент предложил показать Коле фотографию Полины и Елены. Возможно, он ее знает и подтвердит знакомство с матерью. Алло, Петь, Елена и Полина в офисе нет уже третий день. На звонки не отвечает. А у тебя что? Сейчас приду, расскажешь. Я рядом, два шага. В общем, трезвонил, трезвонил я ей в дверь. Тишина. Пытался опросить соседей, никто не открывает. Так день все на работе. Да, но может, она вообще дома не ночевала. Вот я нашел рекламку у нее на двери. Других не было. Ну да, обычно она все двери вешает. Когда утром пошли все на работу, сняли, а Полина не сняла. Вот это настораживает. Может быть, она у любовника осталась? И на работу забила. Это вряд ли. Ее коллеги сказали, что с Полиной никогда такого не было, чтобы она на работу не вышла, никого не предупредила. Может, и с города уехала? Ладно, погнали в офис. Сомневаюсь. Я не думаю, что она куда-то уехала. Но сколько ей могли заплатить за то, что она успела Андрея? Ну, наверняка не столько, чтобы все бросить и уехать. Надо проверять больницы, морги. Родителям ее надо позвонить. Может быть, у нее проблемы какие-то в семье. А Коля ее узнал по фото? Да непонятно. Зато понятно, что один подозреваемый у нас меньше. Жених Марии здесь точно ни при чем. Так что, Николай Андреевич, предлагаю сегодня отметить твой день рождения. Я ей подарок принес. Поздравляю, сынок. Мужчины без часов – это не мужчина. Как у тебя? Не нужны мне твои часы? Мог бы во время прийти. А если бы не пришел, хотя бы предупреди, что не придешь. Я ждала, мама ждала. Понимаешь, сынок, я при всем желании не смог прийти и не мог предупредить. Болел. Меня таблетками снотворными напичкали, и я весь день проспал. Кто напичкал? Я отложка. Папочка, ты больше не болей. Сейчас-то все хорошо. Я тебя очень люблю. Спасибо. А я-то тебя как? Вот что, сынок, скажи. Вот эту женщину когда-нибудь вместе с мамой видел? Вещен, у тебя одни тетки на уме. Из-за этого ее с мамой развелись. Я знаю. Теперь она каждую ночь плачет. А ее разве жених не утешает? Мама жениха выгнала, а ты? Коль, Коль, подожди. Получается, жених ни при чем. Ну тогда, получается, и нет мотива у Марии. Ну почему? Коля так любит отца, что, может быть, он захочет жить с ним. И Мария останется одна. Хотя, конечно, мотив слабоват для того, чтобы устроить эту операцию с снотворным. В общем, в любом случае, надо искать Полину. Два дня назад она проходила в сводках. Попала под машину. Насмерть. Как? Когда? Позавчера в районе 16 часов. И это был не случайный наезд. Машина несколько раз переехала тело. Взбудили дело, ведется следствие. Ни автомобиль, ни водитель пока не обнаружены. То есть она ушла от меня и на следующий день была убита. Это не может быть случайностью. Это они исполнители устраняют. Это они ко мне подбираются. Найдите ее, убийца, я вас прошу. Андрея Боброва опоила с снотворным Полина Тихонова. С ней Бобров случайно познакомился в кафе, где был постоянным посетителем. Детективы отрабатывают различные версии, кто и зачем мог нанять Полину, но ни одна из них не подтверждается. Тем временем выясняется, Полина Тихонова убита. Клиент в панике от того, что неизвестный заказчик устранил исполнителя и просит найти убийцу Полины. Это правда не может быть совпадения. Убийство Полины явно связано с тем, что случилось с Андреем. И смотрите, убийца переехала Полину несколько раз. Что это? Ну, чтобы наверняка или ярость? Ярость – это обычно следствие мести. Как мы узнаем, за что мстили и самое главное, кто? Ладно, я еще раз схожу в кафе. В прошлый раз была другая смена, я просил не всех официантов. Может быть, кто-нибудь вспомнит Тихонова? Прекрасно помню ее. Сам на таких западаю. А часто она к вам в кафе заходила? При мне в первый раз. Но пришла с постоянным клиентом – Захаром. Он часто здесь тусуется. Вот бы мне найти этого Захара. Вы могли бы помочь? Да запросто. Я его домашний адрес знаю. Моторная, 28. Я ему как-то в такси заказывал. Ничего себе у вас память. Да как-то случайно получилось. Я сам на Моторной живу. А 28-го день рождения моей мамы. Доброе утро. Что-нибудь нашли по Захару? Да. В доме номер 28 живут два Захара. Это Захар Левитин, 36 лет. И Захар Желудев, 85 лет. Ну, Желудев нас, понятно, не интересует. Так точно. Я порылся в соцсетях и выяснил вот что. Левитин – холост. Он встречался несколько месяцев с одной вдовой. Я вам скажу, это золотая вдовушка. Ее покойный муж владел сетью ювелирных салонов и по мелочи. Таксопарком и хлебозаводом. То есть теперь она там хозяйка? Ну, серьезный доход, значит, у нее? Дело у нее шло с Захаром к свадьбе, но вышла замуж она за другого. И причем свадьба состоялась в тот день, когда Андрей был подснотворным. И женихом оказался друг Захары. Аркадий Костин. 45 лет. 45 лет? А ведь столько же нашему клиенту. А что? Да, есть одна мысль. Андрей Андреевич, доброе утро. Предлагаю вам позавтракать в кафе и заодно поговорить. Угу. Отлично. Вот здесь я и сидел, когда ко мне подошла Елена. Ну, то есть, Полина. Обычно я ужинаю вон там, в углу. Но в тот день у моего столика ножка сломалась. И я сел за первый попавшийся. Вот этот. А Елена где сидела? Вон там. Сначала поглядывала, улыбалась. Потом подошла и спросила, могу ли я разменять тысячную банкноту. Она, мол, хочет оставить официанту чаевые, а у нее только крупные купюры. Вы разменяли? Нет, тоже не было. Но все равно разговорились, познакомились. Ну и пошло-поехало. А вы всегда садитесь за один и тот же столик? Да, всегда. Да. Тут многие так делают. Так принято, что официанты постоянных клиентов сажают на одни и те же места. И говорят, ваш столик. Кафе так и называется. Ваш столик. А вот этого я не учел. Андрей Андреевич, я вас оставлю. Надо поговорить с барманом. Алексей Викторович, Мария точно не виновата. Пока вас не было, мы отсмотрели видео из ее квартиры. Она делилась с Колей планами, как Андрея в семью вернуть. Отлично. Запишите мне это видео на флешку. Важен сам момент разговора о возвращении отца. Сделаю. Но если не Мария заказала усыпить Андрея, то кто и зачем? И как это связано с убийством Полины? Ну, лично мне уже понятно, как, что здесь связано. Осталось только заставить преступника во всем признаться. А действовать будем его же методом. Строгному. Сладкую ловушку. Алиса, ждешь звонка бармана Стаса? Ты сейчас, Петь, поедешь в автосервис, а поговоришь там с ранее судебным гражданином по кличке Хлыщ. Пойдем, объясню. Повторить. Привет. Чего грустим? Грустим? А грустим, потому что мне не повезло. Если б ты только знала, деточка, как мне не повезло. Бывает, наступает черная полоса. Не везет и не везет. И тебе, дорогой Захар, снова не повезло. Я видела, как ты наехал на девушку так, чтобы готовь денежки, иначе я пойду в полицию. Ты чего несешь? Я тебя вообще первый раз в жизни вижу. Зато я тебя не первый. И представляешь, какое совпадение? Я увидела, как ты наехал на девушку, оказалась рядом, узнала тебя, потом подкараулила, проследила и пришла за своим честным заработком. Ой, да пошла ты, а! Нету у меня денег. Нету! Могли бы быть. Да сплыли с моей бывшей невестой. А виновата в этом твоя Полина. Она обещала сделать все, чтобы жених к моей вдовушке на свадьбу не явился и не выполнила, тварь! Ну, подумаешь, не явился. Принесли бы свадьбу на другой день? Или ты хотела его тоже того, как Полина? Да сама ты, а! Алексей Викторович Хлыч по своим каналам узнал. Машина Захара поступила в автосервис. Его еще не успели разобрать. Ну, я был в этом уверен. Ну что, пошли? А хочешь идти в полицию? Пожалуйста, иди. Я скажу, что ты меня оговорил и шантажировал. А вы кто такие? Вы кто, алло? А мы частные детективы. Частные дефективы вы, блин. Ну давай, ну да... Да успокойся. Докажи. Докажи, что это я Полину убил. Я себе алиби подготовил и от машины избавился. Осталось признательную запись удалить. Боюсь. Вот особенно тебя боюсь. Вот страшно. Деточка. Такая запись не является доказательством для суда. Ну, почему ты так в этом уверен? А потом есть еще одно доказательство. Есть адрес сервиса, кто-то свою машину сдал. Машину пока не разобрали. Наверняка и на машине, и внутри есть следы крови тихно. Да все, все, все. Посиди спокойно. Сейчас через пару минут полиция подъедет. Значит, мне больше ничего не угрожает? Да, по большому счету вам ничего не угрожало. Вы знаете, как было дело? Захар познакомился с вдовой очень богатого человека. И стал уговаривать ее узаконить отношения. И деньги этой вдовы он уже видел у себя в кармане. Но тут эта вдова влюбляется в приятеля Захара. Высокие отношения. Да не то слово. Более того, она собирается замуж за этого приятеля. Захару необходимо устранить конкурента. Конечно, он понимает, что вдова не потерпит ни измены, ни обмана. Уж тем более не поймет, если этот приятель не явится на свадьбу. Тогда он уговаривает свою давнюю любовницу Полину стать сладкой ловушкой. Ну, ты же уже пришла. Ну, теперь нельзя отказываться. Ну, милая моя. Ну, солнышко, ну, родная. Я в тебя верю. Ты справишься. А потом, потом я с ней разведусь, и она даст мне много-много денежек. И мы с тобой будем жить счастливы. Вечно ты мне врешь. А я тебе верю. Ну, милая, ну, не в этот раз. Ну, сама подумай, ну, зачем мне, старуха? Когда у меня есть ты. Такая милая. Нежная. Ласковая. Ладно, хорошо. Я все сделаю. Ты запомнила, где он сядет? Запомнила. А по иронии судьбы, тот самый столик в кафе занимаете вы. Вы и по возрасту, и внешне похожи на приятеля Захара. Полина просто по ошибке снимает и усыпляет вас. И это стоило ей жизнь. Ну, да. Приятель Захара благополучно женится на вдове. Захар думает, что Полина все это сделала либо из мести, либо в надежде, что Захар вернется к ней. В бешенстве из-за потери денег он ее убивает. Спасибо вам тысячекратно, что размотали этот узел. Да, еще. Вот это бонус для вас. Это разговор вашей бывшей жены и вашего сына. Ну, посмотрите. Я думаю, что вы сделаете правильные выводы. Захар Левитин был осужден на 15 лет лишения свободы. Андрей вернулся к Марии и Коле. Продолжение следует... Продолжение следует...